меня зовут екатерина карпикова я телесно-ориентированный психолог и сегодня так что тут машут и сегодня мы поговорим с вами на тему границ что это вообще за такой зверь границы думаю что на этой самоизоляции многие столкнулись с этой темой так или иначе потому что до момента как она случилась если проблемы существовали с границами но тем не менее была возможна такая иллюзия у людей если на работе возникают проблемы с границами да то уйдя с работы человеком человека создается иллюзия что он как будто вышел из этой ситуации все нормально при этом понятно что он уходит часто картонные раздражение злость на других или злость на себя что не отстоял свои границы но выйди есть такое как бы вот иллюзия да и условия для того чтобы с этим ничего не делать да и проблема остается она переходит на следующую ситуацию на следующую и так далее а это все копится опыт негативный копится дальше человек приходит в семью в семье что-то тоже происходит да там выпили йогурт съели там что-то еще там зашли в комнату в момент когда хотелось бы очень побыть в одиночестве да и то есть вот эта тема границ она не она как бы распространяется вообще на всю жизнь на все области да она не может например на работе у меня проблемы с границами а дома нет или дома у меня проблемы с границами на работе нет они везде да да они как бы просачиваются во все сферы и я много работала с границами разные вообще вида так сказать взаимодействия с границами наблюдала я работала с алкоголиками наркоманами вот у них часто бывает прям крайняя степень непонимания что это такое я как-то раз когда только начала работать приехала на работу и привезла пачку чая вот целую я ее даже не вскрывала и думаю ну там вот на какое-то время мне хватит соответственно и уйдя на выходные день или два меня не было прихожу а где чай чая нету вот задаю вопрос а собственно где-то где мой чай на что мне сказали что его выпили писан то есть понимаете какая ситуация да если например я вижу что вот вещь да и она не моя я ее не беру ну потому что это чужая вещь у кого-то другие понятия да если вещь не подписанная если там с пулеметами не стоят вокруг этой вещи значит можно брать да и это отношение не ну беда в том что это отношение не только к другим такое да но и к себе то есть человек который нарушает чужие границы он также позволяет нарушать свое не понимает даже где они да или те чьи границы нарушаются да тоже про них нельзя сказать что это прям такие вот жертвы жертвы несчастные там постоянно страдают они также так или иначе в каких-то сферах просачивается то что они чужие границы нарушают и ну многие понимают что что-то происходит не то да они могут в себе они может быть не понимают как это объяснить к примеру да но они чувствуют что им плохо что у них вот раздражение бесилие они понимают что что-то происходит не так как-то что-то не то или там сейчас вот случилась ситуация что вы там не знаю мои границы продавили и мне плохо я не смог за себя постоять здесь хотя бы есть понимание что вот она проблема а у некоторых даже этого нету вот например одна девушка рассказывала что она когда была маленькой у него была любимая и и такое детская очень красивая шелковая с мишками одеяло пуховое но и очень нравилось и как-то раз приехали родственники и это одеяло дали ну кому-то из родственников мужчине и вот эта девушка спустя вот как после там нескольких дней после того как родственники уехали и это одеяло возвращают оно пахнет запахом не и и да это чужой запах это запах мужчина взрослого она девочка и у нее начинается дикое бешенство да вот у ребенка начинается бешенство и ребенок не понимает что с ним происходит и ребенок начинает думать так это вот от того что пахнет одеялом его кому-то отдали значит получается я может быть какой-то плохой потому что я злюсь потому что мое одеяло отдали я такая там жадная да что не не смогла не могу там делиться с другими людьми еще и с родственниками то есть да она даже не понимает что происходит помимо того что злость что ее границы нарушили да что это ее личная вещь так у нее еще нет понимания что злиться в принципе в такой ситуации вообще нормально что это ее личная вещь или что должны были спросить да а здесь получается что но еще накладывается вот стыд чувство вины за свою такую нехорошесть да вот глубинное такое что я какой-то неправильный я какой-то не такой и это все дальше естественно раскрывается и влияет на всю жизнь когда у ребенка как бы нету его личных вещей да и личная вещь это не то что я с этой вещью могу делать все что угодно да это еще и ответственность то есть если это моя вещь то если это там мое одеяло то я его там складываю положенным образом если это моя кружка и и без моего разрешения брать никто не может но а при этом я там сам или сама мою свою кружку да у нас вот к сожалению история с коммунизмом она с какой-то стороны возможно прекрасная но у нас то есть это какие-то очень развитые наверное осознанные люди могут взаимодействовать в такой сфере потому что у нас это превратилось в то что все ничьё или все для всех да и тогда никто никакой ответственности не несет а границы да и ну как собственность границы да вот граница моя собственно да это практически равно и ответственность то есть например если посмотреть на другие страны у меня друзья рассказывали как финляндия что если у финны есть кусок леса да моя собственность то он на ней зарабатывает но в первую очередь это ответственность он за ней ухаживает то есть по лесу могут ходить все кто угодно рубить деревья только владелец но при этом все сухостой уход за лесом и прочие новые посадки это все ответственность владельца да у нас к сожалению выглядит как будто бы вот это мое я с этим делать могу все что угодно и при этом никто туда не может попасть да ну какое-то вот это собственничество и какое-то отсутствие ответственности и при границе все то же самое да то есть если это мои границы я их каким-то образом выстраиваю так договариваю с людьми так да или если невозможно договориться выхожу из этих отношений чтобы мне было комфортно вот я это такая ну вообще вот есть понятие вот есть официальный договор да в договоре прописано значит цели такие-то такие-то такие права обязанности такие-то такие-то с одной стороны и с другой стороны тоже права и обязанности такие-то и такие-то да если случается это то вот это если случается то 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 это некие рамки которые нам дают спокойствие и безопасность, понимание вообще, куда мы идем, какие у нас общие цели. То есть все прозрачно, все открыто и спокойно. И в жизни, по сути, то же самое. То есть если вот эти договоренности не на бумаге, но ртом словами проговариваемые. То есть если, например, люди начинают отношения и не проговаривают их. Так понятно, что только познакомившись, сложно сказать, что я там вот, не знаю, жениться собрался, а я там нет, да, и вот, ах, ну ты нет, ну и все, тогда расходимся. Понятно, что это идет, проходит какой-то этап времени, да, опять пересмотр вообще условий, цели там и так далее, прав и обязанностей, потом еще пересмотр, еще, еще. Но это нужно на каждый момент жизни прояснять и выяснять, что вы хотите сейчас от этих отношений, да, от этих взаимодействий с этим человеком или там вот от этой работы. И для того, чтобы это прояснять, выяснять, да, нужно еще понимать вообще свои потребности, да, вообще, что вы хотите от этой жизни, там, от этих отношений. То есть на самом деле вот такой момент, как проговорить и сказать, да, договориться о чем-то на берегу, а не нафантазировать себе, ну, там, влюбилась сейчас, там, пойдем в отношения, вот, а потом оказывается, что там партнеру ничего и не нужно было, да. То есть вот эти моменты просто прояснить, они на самом деле избавляют от очень многих дальнейших проблем. Или просто, ну, вот, от глобальных, да, там, что каждый хочет от отношений, неважно, это личные, там, рабочие, социальные какие-то отношения. Или просто, вот, там, дорогой, это мой йогурт, на завтра я хочу им позавтракать, да, не трогай его, пожалуйста. Или, там, придя с работы, усталость, хочется побыть одной, вот, я захожу в эту комнату, да, полчаса, пожалуйста, меня никто не трогайте. То есть, ну, банально вот это сказать, это уже, да, обозначить свои границы. Если человек, да, ну, человек, который хочет, может, да, быть с вами в отношениях, которые вас, ну, которые комфортны для вас, да, ресурсны, вы всегда компромисс найдете. Если вас не слышат, да, то это, ну, вопрос, а зачем вам такие отношения, да, чтобы от них, ну, как бы, как вам будет в них? Зачем вообще, да, зачем, зачем нам границы? То есть, границы, это вот, как некая такая вот форма, которая нам дает способность вообще проживать очень сильные чувства, как тяжелые, да, там, ненависть, к примеру, да, страх, боль, так и те, которые мы считаем прекрасными, любовь, например, да, на самом деле люди, у которых вот проблемы с границами, да, они не способны переживать очень глубокие чувства. То есть, они могут быть в эмоциях, которые их выкидывают в разные состояния, нересурсные, да, но именно глубокое чувство, у них нету, как бы, базы для этого, да, вот физиологической, психологической проживать. Это, то есть, вот этот сосуд еще дает нам возможность вообще трансформации настоящей, то есть, какой-то целебный процесс, процесс изменений может происходить только вот в какой-то емкости, да, вот границы, как вот, если наше тело, да, я потом позже буду рассказывать, как это с телом связано, это как вот некий безопасный сосуд, да, в котором что-то варится, варится, варится и меняется. То есть, если, опять же, есть проблемы с границами, да, то и сложности с действительными настоящими глубинными изменениями будут. Это здоровые границы нам дают возможность вообще выражать свои чувства, ну, помимо того, что проживать их, да, еще и выражать здоровым образом, то есть, не убивая всех вокруг, да, не разрушая, а нарушая тем самым, да, вот чужие границы, а по-здоровому, там, в нужное время, ну, с нужным, правильным способом, да, с нужными людьми, то есть, не пойдешь начальнику и говорить, а, там, ты мне сделал больно, вот, то есть, нужно понимать, где вы, кто вы, в какой вы сейчас роли и с кем как можно, да, это тоже все тема границ, то есть, с кем можно их приоткрыть, с кем можно, там, призакрыть, да, для того, чтобы вот ими управлять, их нужно, ну, как минимум чувствовать, и, соответственно, это дает нам, если мы это понимаем, да, то это дает нам способность не давить свои чувства и тем самым не разрушая себя изнутри, да, это очень важно. Хочется такие вот примеры, да, привести еще не просто какую-то теорию наговаривать, а вот живые примеры классические, которые есть, например, просматривание телефонов, вот часто вот муж, жена лезут друг к другу в телефоны, а вдруг там что, а вдруг смс, а вдруг там любовница, это, на самом деле, очень серьезное нарушение границ, да, это неуважение человека, то есть, другой считает, что это вот там и человек моя собственность, и его вещь моя собственность, и, ну, в таких отношениях в любом случае не может не быть много напряжения, да, то есть, как бы отношений без доверия, ну, здоровых не бывает, и здесь очень важно хочется сказать, да, некоторые, вот, если я говорю слово доверие, это, ну, доверие, это не значит, что вот полностью абсолютно все доверять, все свои квартиры, счета, там, не знаю, жизнь, там и прочее, прочее, да, вот, есть такое понятие в психологии, как опора на себя, уметь опираться на себя и на другого, то есть, да, я могу доверять другому, да, но при этом, если другой куда-то девается, это жизнь, ну, действительно, он может куда-то деться, не, то есть, да, вот, предать, и не просто уйти к другой, там, умереть, да, ну, это жизнь, реальность, то очень важно в этот момент, то есть, мы всегда должны иметь, ну, уметь стоять на своих ногах, да, и стоять на своих ногах, чтобы, когда кто-то куда-то исчезает, что-то такое случается, да, какие-то обстоятельства, чтобы мы остались стоять, да, чтобы мы не упали вместе с этим человеком или с этими обстоятельствами. Я где-то на просторах интернета видела такой мем, где молодой человек спрашивает девушку, «Ты мне доверяешь?» Девушка говорит «Да, доверяю», и молодой человек «Ну, тогда дай мне свой телефон посмотреть, проверить». На что девушка говорит «Нет», и молодой человек говорит «Ну, вот же доказательство, значит, ты мне не доверяешь». На самом деле, ужасная такая со стороны молодого человека манипуляция, да, то есть, это не девушка в действительности ему не доверяет, а это молодой человек не доверяет, да, и он пытается не любить ее, да, доверять, уважать, а пытается владеть как ею, да, контролировать ее, и, ну, собственно, тем более ее вещами, да, то есть, это вот как вот, это не субъект, это вот некий объект, да, вот ты моя, значит, и тогда телефон, и все, и все я должен про тебя знать. То есть, как бы вот такой вот некой свободы личности здесь как будто бы нет, вот эти все истории, что мы так друг друга любим, так друг друга любим, что, значит, можем чистить зубы одной щеткой, да, то есть, это на самом деле тоже, ну, кто-то, кто-то считает это любовью, на самом деле, вот такое вот слияние, да, когда, ну, даже не обязательно физически, да, а символически, когда люди чистят зубы одной зубной щеткой, про то, что другого-то вообще нету, то есть, чтобы любить кого-то, да, он должен быть, вот это другое должен быть, а в таком состоянии этого другого нету, то есть, другое-то как, там, люди часто говорят, это продолжение меня, продолжение моего тела, да, то есть, они действительно думают, то есть, я так люблю, что вот этот человек, вот продолжение меня, но на самом деле, ну, такие тоже вот признаки, да, что, получается, другого нету, то есть, другой человек, это как ваша правая нога, или там, левая рука, или там, ну, что-то еще, там, голова, да, Получается другого нет, то есть любить тогда некого, но абсурд какой-то получается. Для того, чтобы кого-то любить, должен быть другой, у него есть своя жизнь, вы там где-то пересекаетесь, может быть во многом, но не на 100%, не во всем. И это очень важно уважать, да, это про границы. То есть вообще вот нарушение границ дает, когда люди не понимают вообще, что с ними происходит, да, они могут чувствовать очень много гнева, злости, раздражения, небезопасности, постоянной тревоги, да. В этих чувствах на самом деле очень тяжело и сложно жить. И оно все идет, то есть если у ребенка не было личных вещей, и для этого не обязательно, например, иметь квартиру, да, с комнатами под каждого ребенка. Это может быть хотя бы кровать, да, вот какое-то пространство, уголок, да, там прикрытый, там какой-то ширмой. В общем, всегда можно найти какие-то варианты. Но это должно быть пространство именно ребенка, да, то есть и вы туда без спроса зайти не можете. Если этого нету, тогда у ребенка складывается впечатление, что все, что вот так вот происходит, что у него там могут что-то одобрать, нарушить его границы, да, это в принципе нормально. Да, ему плохо, но он не знает, как по-другому, у него нет другого опыта, у него слишком много вот этого опыта, да, нарушения границ и отсутствия ответственности за них. И тогда он очень часто попадает как раз вот в такие ситуации, где взяли телефон, там что-то еще, там сказали, не ходи на работу, там что-то, ну, какие-то вот такие вот вещи, да, в которых он себя чувствует плохо, но не знает, как из них выйти. Я знаю людей, да, у которых отсутствие своих границ, это как некое такое приглашение их нарушить. Есть люди, на которых посмотришь и видно, да, вот к этим людям вообще можно не подходить, то есть если к ним подойдешь, да, к ним можно в принципе подойти, но они выстроят свои границы, да, они вам обозначат их. А кому-то постоянно, я даже знаю людей, которые достаточно, ну, как бы, ну, я их уважаю, да, но вот на тех людей, у которых проблемы с границами, я вижу, что и они даже этим пользуются, ну, не чувствуют, да, то есть бессознательно этим прям хочется воспользоваться. То есть вот к этим, к этим подойти нельзя, а вот к этой или к этому можно, и к этим людям выстраивается прям очередь, да, и это отобрать, и это забрать, то есть и вот эти люди тогда оказываются в ситуации, что они не могут постоять там, не знаю, за плоды своих трудов, там, за зарплату, за какие-то вещи, там, ручку отобрали, не знаю, там, раскладушку отобрали. И для человека это нормально, потому что если у ребенка не было опыта, что вот это его вещь, и он за нее отвечает, и никто туда проникнуть не может, тогда у ребенка нету какого-то глубинного права иметь, да, вот, достоинство иметь, да, что-то, достоинство защищать свои границы, вот этого глубинного права нету, то есть у него право и ощущение, что он как раз не имеет права, да, на границе, чтобы он не делал все бесполезно, что да, вот у него эта вещь появилась, но сейчас кто-нибудь придет и отнимет, и для него на бессознательном уровне это нормально, к сожалению, да, но это не значит, что если в детстве был такой опыт, то все, как бы, вся жизнь теперь в таком ключе и пройдет. Есть воспитание, ну, у всех практически, всех, кого я знаю, да, у всех так или иначе, ну, точно не было идеального воспитания, и в России огромная проблема с границами, вот, и поэтому есть воспитание, это тот момент, который мы не можем уже никак исправить и на который повлиять, а есть самовоспитание, да, саморазвитие, это тот момент, в котором мы очень много можем чего сделать, да, то есть это как раз, и это на самом деле очень ценно в конце получается, то есть если ребенок жил в достаточно здоровой семье, и у него это впитывалось как с молоком матери, определенное поведение, да, для него это как естественный такой процесс, и если рядом с ним поставить другого человека, у которого в детстве был другой опыт, но он пришел, например, примерно в ту же точку, в которую пришел вот этот вот, который в более-менее здоровой семье воспитывался, да, то у второго будет в итоге очень много гордости и силы, да, потому что он много чего преодолел, он смог, ну, то есть у него путь интереснее, что ли, с одной стороны труднее, с другой стороны он его закаляет, да, вот эти вот трудности, и которые привели именно к саморазвитию, к раскрытию, да, они очень обогащают человека. Что вообще такое граница? То есть вот я сказала, да, если очень простым языком, граница это как вот некая форма наша, да, в которой мы находимся, да, и вот в этих границах еще есть, там, то есть это вот то место, где находятся наши ценности, наши вообще потребности, понимание, кто мы такие, куда мы идем, зачем мы туда идем, да, на что, с чем мы можем согласиться, с чем нет, как с нами можно поступать, как с нами нельзя, вот эти вот все понятия, да, и ценности, они находятся внутри наших границ. В целом, вот слово как границы, да, как этимология границы, это как некая реальная или воображаемая линия, которая отделяет субъект, пределы субъекта от других субъектов, да, и от мира. Мне часто попадаются такие мысли людей, которые, ну, и сейчас очень много историй на тему саморазвития, там, духовного развития, и некоторые говорят, что там вот я во вселенной, вселенная во мне, нужно раствориться, значит, мы все, мы между собой все связаны, да, конечно, я тоже так считаю, что мы, ну, правда, что есть какая-то общая душа, да, что мы там все связаны, что точно, ну, если есть такое понимание, да, что мы все связаны, очень сложно человеку сделать гадость, потому что, по сути, какая-то гадость, как будто бы там я себе делаю, да, и я тоже считаю, что глобальная цель вот духовного развития или там саморазвития, там, или там религиозного развития, это вписание себя в мир, да, что я частичка мира, я на своем месте, и я со всем связана, и все связано со мной. Но так можно сделать только, когда вы понимаете ваши границы, то есть, если нет понимания, что они есть и что это такое, то и растворять нечего, да, то есть, мы можем эти границы регулировать, расширять, да, там, растворять, закрывать, когда какие-то вот обстоятельства меняются, люди там, ситуации, мы это можем делать, регулировать их только, когда они есть. Поэтому в этом тоже очень много может быть иллюзий, да, это на самом деле очень тяжелый путь прийти к тому, чтобы быть вписанной в мир, и в этом очень много может быть, ну, такого самообмана. Вообще, так как я телесно-ориентированный психолог, хочется сказать, да, как связано в топе, топот телесно-ориентированная психотерапия, как тема границ связана с телом, то есть, у нас есть телесные наши границы, да, вот как кожа, прям вот физическое, видимое, ощутимое, это то, что нас отделяет от окружающей среды, от мира, от других людей, то, где я заканчиваюсь. И, то есть, это как вот на физическом уровне, да, и на психологическом тоже, это как символ наших психологических границ. По законам телесно-ориентированной психотерапии, тело равно психика, равно и тождественно, то есть, все проблемы, то есть, то, как мы взаимодействуем с нашими телесными границами, напрямую влияет с нашим пониманием и с того, как мы работаем со своими психологическими границами. Все, при этом, даже если человек не понимает, что с ним происходит, обязательно оно все равно будет, ну, показывать, что что-то не то, да, через чувства, через, там, воспаления кожные, прыщи, там, дрязы, какие-то вот кожные проблемы, то есть, да, вот человек будет пытаться через символы, там, болезни, да, как-то себя защитить или показать вообще человеку, что что-то происходит не то. Наши телесные границы, ну, и, соответственно, да, чем лучше мы их чувствуем, чем мы их, как бы, больше наполняем, тем у нас и более здоровое с ними взаимодействие происходит. Телесные границы, вот физические границы формируются с второго триместра беременности и где-то лет до полутора лет. И здесь очень важно, чтобы мамочка к ребенку относилась бережно, да, вот, если она его обнимает, это должно быть не просто как функционально, да, там, перепеленать, вот, тело сейчас перепеленает, да, это должно быть такое вот, вот, с любовью, с нежностью, да, с пониманием вот этой вот ценности, через вот эти прикосновения, чтобы вот этот вот контур тела, он формировался, чтобы ребенок понимал, где он заканчивается. Есть такое понятие, как недовылизанный медведь. Когда медвежонка забирали у медведицы, медведица долго-долго его вылизывала, 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 да, это как вот, как, как обнимается, да, то есть вот через эти действия идет, идет послание, что вот ты здесь заканчиваешься, вот ты такой. А когда этого не случается, казалось бы, что там, ну, ну, выжил же, да, но у медведя обнаруживаются очень серьезные нарушения координации, вообще адаптации к жизни, да, то есть это очень серьезно влияет. Поэтому очень важно, да, вот этот вот телесный контур правильно формировать. Рассказывали всякие европейские психотерапевты, которые тоже в сфере телесно-ориентированной психотерапии работают. У них даже, они говорят, что они даже видят русских, потому что русских пеленают же, и раньше была вот история про то, что как бы пожестче, получше спеленать, да, и, а ребенку нужно исследовать вообще вот мир, да, он, ему важно понимать изнутри, как у него там нога, рука двигается, куда она может вытянуться, вообще, что за пространство такое вокруг. И когда ребенок вот такой вот, ну, то есть его спеленали, да, ему, соответственно, вот эти все импульсы загасили, и для него пространство, оно вот не такое огромное, большое, докуда он может реально физически дотянуться, оно становится вот таким маленьким, заканчивающимся на границе вот этих вот пеленок. И при этом все вот эти вот импульсы, движения, да, которые он хотел сделать до чего-то, дотянуться, взять, да, там себе присвоить, посмотреть, исследовать, они все загашенные. И, соответственно, это тоже все очень сильно влияет на последующую жизнь, да, как вот есть люди такие, пришли такие раз, сели, да, вот, пожалуйста, там целый диван, никого нету, но нет, они вот на краюшке, там, на маленьком кусочке листочка что-нибудь будут писать, то есть, да, вот они не позволяют себе вообще вот быть, да, а это же то, как мы вообще, в принципе, тогда реализовываемся, да, в жизни, что мы можем заявить о себе, там, мечтать о чем-то, да, там, мечта может не сбыться, и мы можем не дойти к той цели, но, тем не менее, одно дело, человек много чего сделал для этого, и не получилось, да, это, ну, классно, молодец, ну, обстоятельства так сложились, и другое дело, когда действительно у человека может быть огромный потенциал, но он его не чувствует, не соединен с ним, и он ничего не сделал для того, чтобы реализовать. Мне кажется, это ужасно больно, потому что я работаю еще с умирающими людьми, да, старенькими очень, я наблюдаю, как они отходят к жизни, вот, как отходят к жизни люди, которые много чего сделали в своей жизни, да, от того, чего хотели, понятно, что все мы точно не можем сделать, ну, какой-то большой процент. Они намного спокойнее уходят из жизни, чем те, которые много чего хотели, но вот не сейчас, не сейчас, не могу, не смогу, это слишком для меня, там, как-то, да, и они ничего не делают, им на самом деле в конце жизни, ну, очень тяжко, получается, жизнь прошла, а то, что они хотели, да, вот этого насыщения, какой-то самореализации, самопроявления в этом мире, оно не случилось, вот, поэтому это очень, ну, то есть я говорю, то есть тема границ, она вообще, по сути, тоже вот все сферы пронизывает, очень-очень масштабная, да, да, это тема и коммуникации, да, контактов, личные, социальные, работа, то, как мы проявляемся, да, то, как мы, там, что-то, имеем ли мы право что-то принимать и в свою жизнь хорошее, то есть, там, ощущение безопасности, это там очень много всего, то есть, ну, пронизывает всю, вообще, все сферы жизни. Что влияет пагубно на развитие границ, то есть, то, как они формируются, да, это, я уже сказала, что у ребенка должны быть свои вещи, да, нужно у него спрашивать, нужно вовремя обязательно ребенка обучать заботе о себе, да, то есть, это в 15 лет уже поздно учить шнурки завязывать, но не то, чтобы поздно, да, но не вовремя, скажем так, то есть, это все должно быть своевременно, любая самостоятельность приветствоваться, да, то есть, родитель делает, ребенок смотрит, потом ребенок начинает помогать, потом делают вместе, потом родитель помогает, потом ребенок делает один, родитель, там, ну, как бы контролирует, наблюдает, что если что, вот, я помогу, да, это очень важно, потому что вот эта вот тема ответственности, я, некоторые могут сказать, что как же так, вот, я знаю людей, у которых им присуща эта ответственность, а они, наоборот, даже гиперответственны, да, но у них, например, проблемы с границами, то есть, это видно, да, я таких тоже знаю, но, к сожалению, они ответственны только, например, на работе, они убьются, да, сделают что-то, но абсолютно безответственны к своей жизни, то есть, абсолютно безответственны к своим границам, к своей жизни, Это часто созависимые люди, которые пытаются чужую жизнь излечить, а в своей очень много проблем. И очень важно таких людей переключать на себя, чтобы они наконец-то брали ответственность за свою жизнь, если в своей жизни что-то делали, со своими проблемами что-то делали. Что пагубно влияет на развитие границ? Это физическое нарушение границ, это когда бьют. То есть если родители бьют, раньше у нас тоже в Советском Союзе считалось, что вот ударить это даже полезно. На самом деле это такое послание, что ты не отвечаешь за свое тело. То есть своим телом кто угодно что угодно может сделать. И это не просто на словах, это в тело запоминается, да, это вписывается, прописывается в теле, что что бы ты ни делал, вот кто-то придет, да, и может тебя там отстегать ремнем, неважно, да, там, или что-то еще, там, изнасиловать, там, ударить. Да, то есть это в теле остается такая память. Насильное кормление. То есть ребенок не хочет, а ему пихают эту ложку. Вот у ребенка есть какое-то понятие, что ему сейчас хочется, да, что не хочется. То есть он на каких-то импульсах еще здоровых может жить. Но когда в него это впихают, соответственно, тоже вот как рот, как зону удовольствия ему открыли, туда впихнули. И ребенок, конечно, в какой-то момент, чтобы родители его любили, принимали, начнет есть эту кашу там или что-то еще. И у него смазывается вот это вот понимание, что для меня полезно, что нормально, что ненормально. То есть вот он кашу не любит, но будет ее есть. То есть дальше в жизни он, ему не нравится с кем-то общаться, но он будет продолжать общаться, потому что у него такой опыт, и как бы, ну, по-другому как-то не получалось. И это нормально, вот так вот, наверное, у всех тогда, да. И таких людей очень удивляет, когда кто-то общается только с теми, там, и работает, или там что-то еще делает, что хочет. То есть как так, да, очень много возмущения у этих людей бывает, потому что они себе такое не позволяют. Понятно, сексуальное насилие, да, это очень страшная травма, эмоциональные крики, вопли, обзывания, там, даже в шуточку, да, там, сарказм. Ты мой жопастик какой-нибудь, да, часто вот так вот жопастиком называли, а потом у девочки анорексия. Всякие шуточки на тему имя. Вообще имя, вот человек, когда мы знакомимся с человеком, человек как-то представляется, там, например, Екатерина. Если кто-то начинает, там, Катюшенька или Катенька, ну, какие-то такие вот игрушки, да, вот с именем, то это тоже уже стоит задуматься, ну, собственно, что происходит. То есть вот у людей есть, не знаю, домашнее животное, собака. Вот они собаку как хотят, так и называют, да, то есть они владеют этой собакой, как будто бы. И здесь какая-то такая же игра, да, то есть вот он или там она, да, управляя этим именем, уже продавливает границы ваши, да. То есть вы обозначаете свои, а вам их продавливают. Просто какие-то вот истерики, да, повышенный голос бесконечный, да, это очень сильно травмирует. Вот я слышала даже какую-то историю про одну пару, ну, они оба вот из такой вот очень, из тяжелых семей. И молодой человек рассказывал, что девушка разбила кружку, и он как-то спокойно к этому отнесся. И девушка сначала испугалась, и потом вообще ему сказала, как так, ты не орешь, я разбила кружку, разве такое бывает? То есть вот это вот, вот эти оры и дикие крики, человеку плохо, но где-то на бессознательном у него это записывается, что это нормально. И тогда он в этом как бы живет, да, он не пытается оттуда выйти даже. Есть духовное насилие, когда какие-то религии или вот какие-то такие системы не просто предлагаются, как, ну, вот, посмотри, вот такое вот интересненькое, да, как тебе. Скажи там что-нибудь на это, да, именно навязываются, то есть отдают ребенка куда-то учиться, говорят, что вот только вот так, вот очень жесткие правила, то есть нету как бы выбора в этом. И, к сожалению, очень часто еще такие люди, они с одной стороны навязывают про вот, что все должны там любить, говорить только хорошее, испытывать только хорошие чувства. При этом сами, ну, вот, про того, про кого я сейчас говорю, при этом там вот этот человек, например, и манипулирует, и врет, да, и это тогда как двойные послания. То есть родитель говорит одно, а делает по-другому, да, очень важно, чтобы это, то, что вы говорите, и то, что вы делаете, совпадало. Так же, как и, например, про заботу о теле ребенка. Да, это не только о заботе о теле ребенка должна быть, но и о своем теле тоже, да, чтобы это, то есть, что и мамочка, там, и папочка, они о себе тоже заботятся, потому что ребенок все равно идентифицируется. То есть одно дело ему там говорят или что-то для него делают, он все равно идентифицируется с родителями и будет вести, да, там, себя так же, как и родители. Или у него будет там конфликт, как-то так ко мне так, а сами они, значит, ну, как жертва, да, очень важно, чтобы это вот совпадало. Слова и действия. Есть как бы активное такое продавливание границ, а есть пассивное, то есть, ну, активное там бить, обзывать, да, там, унижать, кричать, пользоваться каким-то там положением вашим. А есть пассивное, это просто там отсутствие интереса, не давать очень важную информацию, например, что происходит там с мужчиной и женщиной в постели, да, но при этом понятно, что, соответственно, возрасту это нужно как-то преподносить. Что там у девочек приходит менструация. Сколько таких историй, когда девочка так живет-живет, потом раз, кровь, все, я умираю, то есть, для нее это, то есть, она вообще, ну, дикий испуг, который тоже связывается с ее дальнейшей жизнью. То есть, очень важно информацию ребенку давать, интересоваться, проживать с ним вместе успехи. То есть, да, часто родители еще. Есть такая история, когда, если что-то, вот, когда плохо, когда болеет, когда что-то случилось, они, значит, с ребенком переживают и так далее. Когда у ребенка успех, радость, и так далее, ну, как бы все нормально, все, можно, собственно, ребенка с этим наедине оставить. И тогда у ребенка тоже такое послание, что это не так важно, что, чтобы на тебя обратили внимание, вот нужно, чтобы вот постоянно там, нужно страдать или что-то случаться, да. вот успешным быть это как-то вот неправильно это никому не нужно это игнорируется на это не хотят смотреть в этом очень много это очень важно на самом деле и еще очень хочется сказать да что сейчас мы говорили про границы как нужно себя вести как не нужно себя вести но и как они важны но еще хочется сказать очень важную вещь что невозможно например прожить не нарушая вообще ничьих границ и не позволять в ста процентах чтобы нарушали ваши и не нарушает там границы ребенка потому что если ребенок заболел ему нужно дать таблетку ребенок говорит нет фу таблетку я не буду ну так вы же не скажете ну хорошо она как бы чтобы не нарушать твои границы не будете отдавать таблетку умирай вы же так не скажете понятно что есть ситуации какие-то экстренные где это необходимость да есть какие-то медицинские манипуляции которые необходимо сделать чтобы сохранить жизнь и здоровье и понятно что ребенок вряд ли скажу да там делай да он будет бракаться ему будет страшно и здесь очень важно ну здесь очень важно то есть как бы нарушение здесь будет здесь очень важно как как обыграть эту ситуацию например вот тоже если брать такие примеры живые удаление аденоидов да как это обычно выглядит это просто классика я очень много таких историй слышала сейчас мы с тобой пойдем к врачу тебе будет не больно тебя укусит комарик потом мы пойдем есть мороженое по факту это приводит ребенка привязывают к стулу кровище он этим всем захлебывается а ему ужасно больно ему ужасно стыдно и ему ужасно унизительно у него дикое бессилие что он ничего с этим сделать не может его привязали у него нету рядом родителей родители его обманули то есть да это помимо вот этого бессилия нарушение границы и так далее тут еще обмана да как предательство страны родителей родители как там как проекция бога как мира и тогда мир вообще небезопасен кому вообще тогда можно доверять если даже родители предают а и здесь очень важно вот как это преподнести да очень важно как раз не врать честно сказать ребенку как есть что будет больно но что я буду с тобой рядом до возможность но сейчас есть я знаю вот у меня есть друзья врачи до которые обращают внимание на такие темы как разговаривать с пациентами чтобы они процесс выздоровления чтобы них было спокойнее лучше быстрее да вот на эту эмоциональную сторону то есть может быть где-то я точно читала так не знаю может быть разрешать присутствовать родителю рядом да быть потом помочь ребенку выразить все вот эти вот чувства боль страх там и прочие вещи да там протрясти из тела там выплакать будьте рядом сколько нужно ребенку и это все то есть невозможно прожить жизни не абсолютно без травм но очень важно научиться их правильно проживать до чтобы вот как животное то есть что-то случилось но это прожило и пошло дальше жить а у нас нет у нас к сожалению получается что что-то случилось до заморозилось прожить помощи рядом прожить не было и в итоге человек это и тащит дальше жизнь поэтому есть очень важно вот не даже не как нарушить границы да вот как вот ситуация с медицинскими манипуляциями манипуляциями как обыграть эту ситуацию по здоровому и очень мы границы свои не защищаем не боремся там в какой-то момент когда человек вообще никак не мог защитить свои границы да может быть для него и полезно там отдай там это моя ручка там наорать да но очень важно в этом не зависать да это другая как бы крайность такого отстаивания залипания в этом отстаивание это тоже как приглашение да как провокация что он так боится чтобы его там границы нарушили очень важно свои границы именно наполнять да наполнять и обозначать то есть и чувствуя вот 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 это вот контур до границу свою телесную и когда у вас есть понимание кто вы что вы какие у вас ценности как с вами можно как с вами нельзя и как и что вы хотите от людей вот там разных да от дел и так далее вот это все как раз дает вам базу для того чтобы вы в нужный момент именно как бы обозначали свою границу и у нас есть еще минуточек сколько у меня 7 0 где-то 5 7 10 минуток я предлагаю вам сделать упражнение известной ориентированной психотерапии если у вас есть возможность до можете сесть как-то еще более удобно чем вы сейчас сидите или уйти в какое-то пространство где вас не побеспокоит может быть себя подложить что-нибудь под ножки под спинку какой-нибудь пледик найти облокотиться и если вам так будет комфортнее вы можете прикрыть глазки сделать глубокий вдох и выдох и еще сделать глубокий вдох и выдох и начинайте своим внутренним взором сканировать поверхность кожи всего своего тела да прям вот всей 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 кожи лицо скальп волосяная часть головы передняя поверхность шея задняя боковые щеки губы нос прям вот все 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 каждый кусочек тела постарайтесь просканировать спина руки лопатки живот грудь вы можете идти там сверху вниз внизу вверх можете в каком-то хаотичном своем порядке но очень важно чтобы вот каждая каждый кусочек поверхности вашей кожи был обнаружен вами при этом не забывайте дышать и постарайтесь еще разочек просканировать всю поверхность своего тела и возможно вы что-то упустили возможно вы найдете какие-то пробелы дайте туда внимание и в какой-то момент с одной стороны наше физическое тело заканчивается там где заканчивается наша кожа да вот тело с другой стороны от нас же исходит тепло и даже когда мы еще не докоснулись то своего тела или там ну да чего-то там чужого до до кожи мы чувствуем тепло да то есть мы как бы выходим еще и за пределы свои за пределы своего тела и попробуйте сейчас поисследовать вот это вот пространство вокруг себя да ну лучше вот прикрыть глаза чтобы было как-то более чувствительное это было поисследовать вот это вот пространство которое вокруг вас сейчас безопасная да вы нашли себе какой-то безопасный уголок и поисследуйте какое оно вообще какое у него настроение пространство есть спереди и сзади из боков и верху над головой до внизу как вам ваше пространство которое вас окружает прислушайтесь к себе сделайте его более добродушным безопасным оптимально может быть кому-то нужно улыбнуться этому пространству кому-то возможно нужно сделать какое-то движение телесное да чтобы как-то вот приукрасить это пространство кому-то может быть как-то позвучать так чтобы она изменилась на пришло то есть мы мы собой меняем его мы им управляем и прислушайтесь что меняется что меняется в вашем теле в вашем состоянии и меняется ли что-то мы сейчас делаем его в таком ускоренном да это больше как схема такая но вы его можете делать на 15 минут и полчаса пока не получите такое глубинное удовлетворение что вот все теперь вокруг меня все так как мне хочется и сделайте глубокий вдох и выдох и потихонечку возвращайтесь я должна заканчивать эфир спасибо большое что слушали меня всем желаю прекрасного дня здоровых границ хочу поблагодарить хочу поблагодарить Ирину Соловьеву соучредителя кавказской ассоциации телесно ориентированных психотерапевтов что делает такое важное на мой взгляд сейчас полезное дело как вот этот проект и не один спасибо что пригласили вот я буду завершать всем до свидания спасибо 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 и